доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели как и всегда с самого утра мы на финансовых рынках и продолжаем говорить и разбирать детально основные фундаментальные события которые провоцируют вызывают и приводят к самым интересным и заметным движением на финансовых рынках сегодня у нас очередная важная торговая сессия после итогов заседания американского регулятора который как вы все прекрасно видели привел к ослаблению курса доллара особенно это было заметно в нисходящей динамике индекса американской валюты сегодня эстафету решений регуляторов мира перенимает европейский центральный банк поэтому мы теперь переключаемся на и cb ждем решения по ставкам европейского регулятора там тоже самое без изменений нас интересует больше риторика на последующей после этого пресса конференции но все равно даже с учетом того что и cb заседание это первое заседание для кристин лагарта я думаю то что это событие будет несколько в тени другого как вы знаете сегодня в англии проходят парламентские выборы значение которых преувеличить практически невозможно это выборы которые по идее если джонсон одержит победу если его партия получит необходимое количество голосов в на парламенте он выведет страну из-за политического тупика и решит проблему вот этой неопределенности в которой англия находится уже три года отсюда колоссальный интерес к фунту я понимаю что сейчас наверное торговля британской валютой против разного рода активов сопряжена с очень большими рисками но друзья с одной стороны это действительно так но если мы посмотрим в ином формате мы понимаем что на фоне такого события с учетом обозначенных рисков скрывает за всем этим стоит такой же колоссальный потенциал профит и вот за ним мы охотимся уже долгое время я ориентировал вас на покупки друзья мы начали активно покупать на уровне чуть выше отметки 1.31 сейчас котировки выше уровня 1.32 я по-прежнему рекомендую держать длинные позиции потому что считаю что до исхода парламентских выборов мы сегодня так же как и вчера так же как и в начале этой недели можем очень хорошо поработать с классической тактикой рыночной это покупай на ожиданиях продавать на а фактах ладно давайте с лирикой пока покончим перейдем сначала к нашим традиционным инструментом чтобы быть в курсе новостного фона и держать руку на пульсе в отношении и прочего фундамента начнем с нефтянки 63 92 это уровне который мы видим по бренду бренд консолидируется на планке 64 как это было день назад и два дня назад я по-прежнему считаю что бренд получит впоследствии достаточную поддержку чтобы скрепиться выше 65 но как минимум мы точно окажемся выше выше этой планки мы сможем заработать больше там уже когда а бренда кажется на выше в данном случае этого сопротивления превратить 65 в поддержку мы уже и покумекаем потому что мы с вами увидимся 5 дней 5 раз в неделю и уж точно сможем среагировать на возможные изменения новостного фона стоит отметить что бренд удержался на довольно высоких значениях даже несмотря на выход данных по запасам от администрации энергетической информации которые сообщили о том что запасы выросли там символичный рост меньше 1 миллиона но все равно друзья это статистика которая по идее должна была спровоцировать снижение нефтянки но в то же время этого не произошло я думаю что это еще раз подтверждает тот факт что рынок пока что живет надеждой на то что сша и китай смогут договориться в будущем это снимет проблему замедление мировой экономики прицепом сзади идут еще и усилия стран опека по поддержанию баланса через дополнительное сокращение производства если крупными мазками разбирать нефтянку то пока что фон явно располагает к тому чтобы держать длинные позиции если мы начнем следующую неделю то есть после 15 декабря после воскресенья с факта того что отношения сша китая усугубились поскольку соединенные штаты америки ввели обещанный пакет новых тарифных барьеров поставки 15 процентов на китайские импорт стоимостью 160 миллиардов долларов вот тогда мы с вами возможно поговорим о том как это отразится на темпах мирового экономического роста и спросим на сырье но пока что у нас две торговые сессии я думаю что можно попробовать выжать из них по максимуму чтобы толкнуть нефтянку повыше доллар иена 108 59 как я уже отметил очень сильные потери понес индекс американской валюты фактически мы коснулись октябрьских минимумов там сейчас 97 с небольших если пробьем планку 97 место там уже будут моя 4 июльские минимумы признаюсь друзья что когда вчера вышли данные по инфляции отчет оказался довольно неплохим 0,3 процента в месячном выражении рост и 2 и 1 в годовом я решил что может быть даже и трейдеры были правы что предварительно поставили на укрепление доллара но вот мы дождались итоги итогов заседания федрезерва фрс не стал пересматривать себе прогнозы экономического роста инфляции после этого последовала пресс-конференция джерома паула и вот там была сказана ключевая фраза которая все-таки вернул на рынок продавцов это фраза заключается в том что инфляция даже несмотря на этот рост остается подавленный и до тех пор пока фрс не получит больше подтверждение того что индекс потребительских цен будет тенденции скажем двигаться вверх и расти конечно же вопрос повышения процентных ставок он вообще абсолютно не состоятельно то есть до заседания федрезерва были опять же разговоры о том что может быть фрс не просто уже закончится снижением процентных ставок ну и начнет готовить нас к тому что ставки будут повышаться двадцатом году сейчас конечно же уже очевидно что этого не будет точно в двадцатом году и более того как и всегда оставленный комментарий на десерт от паула о том что макроэкономические данные остаются основным ориентиром для федрезерва если они ухудшатся то фрс будет готов действовать в том числе и через увеличение выкупа облигации то есть через программу количественного смягчения хотя мы уже давно с вами пришли к выводу что фрс эту программу запустил я готовил и специально для вас ролик о четвертом раунде программы количественного смягчения федрезерва кстати кто еще не видел можете зайти на нашем канале на ютюбе в рубрику пульс рынка и там будет как раз эта тема количество смягчения на сша поэтому по доллару мы получили разрядку потенциала роста и причину почему нужно сейчас ставить на снижение еще друзья повторяю что воскресенье 15 декабря могут вступить в силу пошлины это то что спровоцирует повышенный спрос на иену и толкнет пару еще ниже ну должно по крайней мере золото считает что эти тарифы уже неминуемы поэтому тоже активно прибавляет также помогает золото еще и слабости американского доллара 1475 долларов за тройскую унцию мы сейчас видим евро против доллара 1140 вот сегодня как раз может последовать уже коварный разворот потому что с фрс а мы уже разобрались с долларом тоже и здесь можно переключиться на фундамент непосредственно по евро и по другому рейском активов фунту фундамент связаны с парламентскими выборами по евро друзья я считаю что мы забрались высоко прекрасные условия для продаж потому что сегодня кристина гаррд будет говорить о мягкой экономической политики ждем ее выступление в 1630 по московскому времени и фунт против доллара сейчас растет в целом я уверен то что в ходе парламентских выборов партия джонсона получит большинство итоги будут оглашены завтра ночью по московскому времени то есть на брифинге мы уже с вами поговорим обо всем контролируйте риски следите за загрузкой депозитов сегодня друзья это очень важно фунт будет активно двигаться и до того как станут известны итоги я допускаю что какими бы не были плохие новости фунт будет ролировать может быть последуют распродажи по факту уже оглашение итогов парламентских выборов но это уже завтрашняя торговая сессия сегодня есть возможность поучаствовать в чем в этом ралли если вы ранее этого еще не сделали и потенциал роста 100-150 пунктов уж точно есть джонсону нужно его партии получить 350 голосов из 650 только в этом случае у него будет парламентская большинство которое впоследствии позволит ему вывести англию из ес и тем самым закрыть вопрос с политической неопределенностью на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания